Программа предназначена для аудитории от 16 лет. За культурными новостями вместе с нами следит бильярдный клуб «Бест». Только уверенный в себе, спокойный и самодостаточный человек так точно бьёт по шарам. Здесь счёт идёт не на секунды, а на минуты и часы расслабляющей игры на бильярде. Убедитесь сами, приходите в бильярдный клуб «Бест». Мы по-прежнему на Лепсе 4. Заказ стола 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест». Командная игра индивидуальностей. Приглашаем в школу бильярда детей и взрослых. Индивидуальное и групповое занятие бильярдным спортом. Рекламно-информационная программа. Культ поход. Обещали мы вам культ поход в 12.06. Вот получайте культ поход. Именно эта программа сейчас начинается. Введут её Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Мы сразу же представляем нашего гостя. Это Александр Сухарев, менеджер кинопроката «Содружество кинотеатров. Смена дружба». Всем добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, Саша. Так что понятно, что у нас заглавная тема. У нас сегодня кино. 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 Будем говорить о кино. Конечно же, мы приготовили для вас массу приятных подарков. Мы чуть позже озвучим. И массу хитроумных вопросов. Мы их тоже позже озвучим. У Николая сегодня вопросы музыкальные. Как всегда. У меня не музыкальные. Я сегодня халявлю. А у меня киношные. Ну, а у Александра, соответственно, киношные. Кстати, полная проверка знаний. Билеты в смену и в дружбу мы в том числе сегодня будем разыгрывать обязательно. Но полный список. Я их вижу, они такие красивые. Да. Саша, ну, что происходит-то сейчас в мире кино? В мире кино. В мире кино все ждут май, на самом деле. Потому что май максимально рабочий месяц. То есть, если смотреть, это «Стражи галактики», «Пираты карибского месяца». Это вот максимально, когда аудитории будет что посмотреть. То есть, по количеству фильмов, которые будут появляться, да? Да. Вообще, по значимости фильмов и по их масштабу, так скажем. То есть, очень много мейджоров выпускают. В киноиндустрии это как-то принято именно. А май ориентироваться. Да, 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 все верно. На май. Я не знаю, кстати, почему. Ну, они-то знают, я думаю. Они, наверное, да. Раз они это делают. Хотя любой месяц, наверное, да. Нет, ну, там у них же обычно эти графики связаны с чем-то. Надо фильм выпустить так, чтобы он, во-первых, попал точно. Ну, да, там где-то конейку. Чтобы он попал в прокат, когда там люди больше входят. Ну, то есть, у них свои расчеты есть. Значит, май. Хороший месяц май. В общем, умысел имеется. Да, ну, а в апреле будет такая дата, 27 апреля. Это так называемый день без мейджоров. Свободы от мейджоров. То есть, когда нету Диснея, Фокса почти. Там почти никого нет. Там в основном независимые кинопрокатчики выходят. И будет много интересных фильмов именно для аудитории, которые... И у вас 27-го тоже будет? Да, естественно. Это неделя вот будет как раз заполнена фильмами, которые не связаны с блокбастерами, а будут связаны с более такими тонкими и более для некоторой аудитории интересными фильмами, естественно. Ну, например, предпремьера у нас даже будет 25-го числа. Закрытая, правда. Вас, естественно, мы приглашаем. Закрытая, но вас мы приглашаем. Вас мы приглашаем, да. 25-е число, фильм «Идеаль». Фредерик Бекбедер, если кто смотрел, читал. 99 франков, «Любовь живет 3 года». Вот все здесь. Я его уже посмотрел. Олег Дан сейчас держит в руках книгу. Держит в руках книгу. Как раз таки вот... Опять же, очень красивую книгу, да. И, судя по автору, читаем ее вполне себе. Да, да. И мы ее, кстати, тоже сегодня разыграем. Да, она легкая. Фильм тоже, кстати, легкий, семейный. И фильм очень русский. Потому что, на самом деле, первоначальное название, которое он хотел лично сделать, это было 99 рублей. Но потом ему, видимо, что-то там помешало. И в итоге она стала фильмом и книгой под названием «Идеаль». Речь идет в фильме о человеке, который занимается поиском моделей. И, естественно, Россия, как страна максимально красивых девушек, когда максимально красивых девушек становится полигоном для его деятельности. То есть, как бы, дело происходит в России. Дело происходит в России. Это максимально интересный для русского взгляда, для русского зрителя фильм. Потому что во Франции, вот если посмотреть, да, рейтинги даже, они там низкие ставят. Лично фильм посмотрел в Москве на предпремьере, на первой. То есть, собирали как раз таки сотрудников, да? Ну, так скажем, да. Там много кого было в клубе «Джипси» в Москве. Вот. И для русского человека вот прям вот очень интересно. Ты прочитал и посмотрел? Да, да, да. Ну и как? Очень понравилось. Ну, рекомендую. Нет, я имею в виду и киноверсия, и сама книга. Немножко расходятся. То есть, и то, и другое будет интересно. То есть, можно сначала посмотреть, потом прочитать, можно прочитать, потом посмотреть. В принципе, все адекватно. Билеты уже продаются, да? Билеты, ну да, где-то на этой недельке. Было же расписание, все будет. Так, дальше продолжаем по новостям. Смена и дружба. Да, дальше у нас еще будет того же 27-го числа. Тоже всех любителей Мартина Скорсезе. Это «Перестрелка». Понятно, что одно место, один ангар, куча людей, много оружия и денег. Все это замешивается в одном. Что сейчас в прокате, что пользуется спросом? Сейчас, вот только вчера, в четверг, вышел фильм «Кухня». «Кухня. Последняя битва». Это российская комедия по сериалу. Ну, я думаю, что все поклонники знают, там не будем долго про него рассказывать. Ну, и те же актеры. Ну, и те же актеры, да, 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 да. Нагиев, все вот эти дела, все в прокате. Очень мило, юморно, весело. Это welcome любителям этого жанра. И вышел триллер «На вождение». «На вождение», так. Трейлер, по-моему, я смотрел, да. Это про женское такое соревнование между бывшей женой и текущей женой. То есть, опять же, очень актуальная для России. Наверное, да. Тема. Тема такая актуальная, да. Бувшая и текущая жена. А, ну, это, кстати, импортный, да? Да. Я говорю, что актуальный для России фильм-то импортный. Вот, а май быстренько разрекламирую. Это «Стражи Галактики» сразу. Все понятно, часть вторая. Потом «Меч короля Артура» Гай Ричи. Это карта-деньги два ствола. Только там Англия и два пылающих меча. Такое оно эпичное. Очень интересный, кстати, фильм будет. Это «Большой». Это про нелегкую судьбу балерин Большого театра. Очень интересный. Это отечественный фильм? Отечественный фильм, да. Тодоровский. Все на уровне, да. Прокатчик Дисней. То есть, тут вообще вопросов нет. Это тоже май. Это май, да. Это все май. Это все май. Дальше всем любителям чужого. Это «Чужой завет». Это продолжение. Какой уже пощуп? Это получается... Ой, какой-то очень много. Можно слушателей спросить, который пощуп? Который пощуп? Он, наверное, поменьше, чем «Звездные войны». Поменьше, да. Поменьше. Поменьше, поменьше. И в конце это мега-блокбастер «Пираты Карибского моря». Тоже, который уже? Вот, тоже не считал. Уже сбились со счета, но думаю, что... Ну, понятно, да. С мистером Деппом. С ним же, с ним же. Куда же его девать-то? Время первых, да, один из таких вот... Да, продолжается. ...раз раскручиваемых в последнее время фильмов российских. Как на него зритель реагирует? Реагирует вот именно те зрители, которые пришли и посмотрели. Да, реагирует очень положительно. Сам посмотрел, очень понравился фильм. Много эмоций, много прям жмут эмоциями, много патриотизма такого правильного. Да, не то, что там какого-то там... Ну, не пафосного такого. Нет, не пафосного, не пафосного, именно правильного, что правильного патриотизма. Жалко немножко, что мало людей как-то на него реагирует. Не очень много людей посещает. Но надеюсь, что все-таки последние недели проката его исправят посещаемость. И всем рекомендую, кто любит отечественные фильмы, кто любит космос. Я думаю, те, кто сходили, посмотрели. Сарафанное радио всегда хорошо работает. Я думаю, что посоветуют, люди придут. Последняя неделя проката когда будет? Последняя неделя проката будет на следующей неделе. Следующая неделя у нас последняя. То есть с 27 по 4. Совсем немного, да? Совсем чуть-чуть уже осталось. Давайте порекомендуем посетить. «Время первых» — это первый выход в космос. Речь об этом. Да, Леонов, да, все правильно. Алексей Архипович Леонов. Да-да-да, все верно. И Беляков. Вот фильм про это. Ну а если говорить не о кино, что сейчас? Тусня какая-то. Она есть в кинотеатрах? Тусня, тусонка. Чем еще можно себя порадовать? Тусня, ну чем себя можно порадовать? Да, детский праздник на дружбе у нас будет. Посвященный Урфин Джуз и его деревянным солдатикам от нашего кино. Урфин Джуз исполнилась 70? Нет, это наш кино. Это мультик для всех детей. Стартанул тоже в этот четверг. На дружбе ждем. А я в курсе, да. Там озвучивают Хабенский. Да-да-да, все верно. Шнуров Сергей озвучивает. В общем, многие известные. Да-да, то есть это та же студия Мельница, которая три богатыря. То есть качество там вполне себе адекватное. Все, то есть... Ну, первоисточник вообще не обсуждается. Первоисточник не обсуждаем. Да, естественно. Вот. Ну, из остальной тусни это будет, естественно, 25-я. Кто сможет попасть, надеюсь, что многие. Это предпремьера идеаля. Модели будут? Да, пожелаю. Опционально. Ясно. Вот. И, собственно говоря, из такой вот прям тусни... Ну, сейчас, если в Кирове говорить в целом, да, идет вообще интересная история про кинотеатры, что все сейчас начинают между собой соревноваться, да, то есть многие кинотеатры... Сначала у нас Глобус отстроился, да, зала себе, потом Колизей, четвертый зал. Но мы тоже стараемся так придерживаться в тренде. Какие новинки? Вот. Мы повесили серебряные краны с отражением в два раза выше. Это во всех залах? Это во всех залах смены, да. Так, отражение в два раза выше, то есть качество картинки? Да, оно ярче. Ярче. В два раза ярче, да, в два раза ярче, собственно, чем было на Дружбе. Это ждет нас в середине мая. Кран к нам едет, он из Германии. То есть это Харкнесс-холлы, не китайские, все там очень круто. И ждет нас обновление 3D-систем. То есть скоро все будет еще ярче, еще качественнее. А там обновление 3D-систем в каком плане? Очечки поудобнее станут. Очечки поудобнее станут и ярче. То есть если эффективность текущих систем где-то порядка 4%, то там 17%. То есть там прям все хорошо. В четыре раза скачок. В четыре раза скачок. То есть качественный скачок будет именно по картинке. Будет классно. Это дорого? Да. Ну я не прошу называть сумму. Да, это дорого. Судя по Сашиному лицу, это серьезно. Да, это дорого. Так, давайте у нас сейчас будет небольшая пауза, после чего мы начнем игру, озвучим то, что мы сегодня разыгрываем. 211-101, присоединяйтесь к нам. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Рекламно-информационная программа. За культурными новостями вместе с нами следит бильярдный клуб «Бест». Культ поход. Александр Сухарев, менеджер кинопроката Содружества кинотеатров «Смена дружба». Принес он нам сегодня сколько? Шесть. Немало билетов в «Смену». То есть все, кто пожелает сходить в кинотеатр в «Смену», то, по-моему, всем хватит. Да, у нас только вопросов нет даже. Так, есть у нас книжка, да? Да, книжка. Мсье. Он Мсье? Мсье. 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 Мсье Бигбедер. Название «Мидиаль» тоже разыгрываем. Ну и давайте по порядку, Николай. Ну, во-первых, как всегда у нас по театру. То есть у нас есть драматический театр, да? У них премьера, запрещенный роман. 21 апреля, 22 апреля. Начало, значит, 21-18-30, 22-18, там 12+. У нас есть театр на «Спаское» на два лица, пригласительный билет. На спектакль «Азорий» здесь «Тихие», там тоже ограничения 16+. У нас пригласительный билет в кинотеатр «Киномакс» тоже есть, а почему нет? Так, давайте дальше переходим на любой совершенно фильм и себя. Перехвачу инициативу. Книжки у нас тоже присутствуют. Книги от магазина «Читай город». Джон Грин, Дэвид Левитан, Уилл Грейсон, Уилл Грейсон. Так ты раздели, где тут авторы, а где название. Господи. Потому что ты назвал четыре фамилии, две из них одинаковые. Автор Левитан. Ага. И Грин. И Грин. Все верно. А Грейсон и Грейсон, это, видимо, герои. Да. Книжка, кстати, 18+. Опа. Следующая книжка. Оливия Джадсон. «Каждой твари по паре. Секс ради выживания». Ну, это, наверное, тоже 18. Почитаю, пожалуй, после эфира. Слушай, у нас все клинические 18. Захватывающая и шокирующая книга о непростых вопросах сексуальной жизни живых существ. То есть, столько о людях. И размножений. Это уже очень интересно. А вот возрастной ценз 16+. Без картинок, значит. Да, без картинок. Александр Кабаков. «Старик и ангел. Грустная история о жизни, прошедшей впустую. О годах без любви, без души и бессмысла. Но всегда наряду с этим есть место чуду в жизни». То есть, немножко оптимизма добавили. Да, 16+. И еще книга Веры Курской. «История лошади в истории человечества». Ну, тут можно, наверное, не пояснять. Понятно. И возрастных ограничений тоже нет. Вот. Эту и другие книги, надо помнить, что можно купить в магазине «Читай город». По адресу Преображенская, 65. Это торговый центр театра. Либо Ленина, 103. Это торговый центр Крым. «Галерея прогресса» сегодня с нами тоже. Пригласительные на двоих на выставку «Общество, потребление и планета Земля». Выставка сегодня. И в «Галерее прогресса» еще. 18.30. Пригласительные на двоих на показ короткометражек. Да, у него возрастные ограничения 18+. 18+. Это 27 апреля, 6-7 вечера, да. И, наконец, еще. Господи, сколько у нас много санитаризов-то. «Областной дом народного творчества». Пригласительные билеты на вечер городского романса. Это будет 25 апреля мероприятие. 18.30. Вокал Дмитрий Пуртов. Победитель и лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов. Ограничений 12+. Фу, я выдохся. Давайте уже играть. Александр, на правах гостя. Первый вопрос. Ну, коль у нас премьера фильма «Идеаль», по нему и будет вопрос. Вопрос достаточно легкий. В принципе, в Гугле ищется легко. Там все речь идет о молодом человеке, который непосредственно работает по поиску моделей. Так вот, как называется вот сленг на сленге, это профессия. Название профессии человек, который занимается поиском новых лиц. 211-101. Ну, это по аналогии. Там промоутер есть, да? Ну, да, я могу варианты дать, если надо. А может, без вариантов пока. Думаю, что так догадаются. 211-101. Ну, давай, давайте все, Кисаш, давай варианты. Давай варианты. Сталкер, скаут или рекрутер. Сталкер, скаут или рекрутер. Слушай, вот интересно. Дерзайте, дозвоните до нас. Заодно и сами узнаем. Сталкер, рекрутер или скаут. Или скаут. 211-101. А это, кстати, оно международное слово-то, да? Да, да. Международное. Да, да, международное слово. То есть это реально как бы... И в этом фильме оно фигурирует. Да, естественно. Есть то. Прямо в самом начале. В самом начале сразу говорят уже. Есть звонок у нас. Добрый день. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, ваш вариант из трех? Ольга, я думаю, что это скаут. Да, все верно, действительно. Да, скаут. Это люди называются скауты. Вот так вот. Вот еще одно значение слова скаут. Да. Ольга, а мы что-то не припомним. Вы раньше участвовали? Очень давно. Очень давно. Ну, хорошо. Что вы выбираете из огромного, можно сказать, списка призов? Я бы хотела прочитать книгу Оливия Джа... Оливия Джадсон. Каждые твари по паре. Секс ради выживания. 16+. Ну что, это отличный выбор. Хорошо. Отличного дня вам. Пожалуйста, сейчас не кладите трубку. Не кладите трубочку. С нашим помощником пообщайтесь. Вам все объяснят. Так мой вопрос. У меня всегда музыкальная. Я думаю, сейчас Дэн нам поможет. Немножко фрагментик влючит. Песенки. Вот это звучит прекрасная группа британская 60-х годов под названием Yardbirds. Их международный первый и единственный международный хит под названием For Your Love. Эта группа знаменита тем, что в ней успели поиграть по очереди три великих наших гитариста. То есть начинал там Эрик Клэптон. Наших. Да. Мировых. Мировых. Да. Сменил его Джефф Бэк. А потом еще какое-то время даже вместе к Джеффу Бэку присоединился Джимми Пейдж. А потом на базе этого развалившегося коллектива Джимми Пейдж создал Led Zeppelin. То есть это команда такая, которая положила начало карьерам очень многих людей. А вопрос мой первый самый простой. Вот это слово Yardbirds имеет очень много переводов. Да? Это такое слово многозначное. А, это одно слово? Да. Оно пишется в одно слово. Его можно перевести как негодяи. Его можно перевести как новобранцы. Его можно перевести как дворовые птички. Но сами участники этого квартета и квинтета, там по-разному было, да? Склонялись, так сказать, к одному из этих вот переводов, да? Хотя оно и многозначное. Вот как считали участники группы Yardbirds переводится их название? Негодяи, новобранцы или дворовые пташки, птички, не знаю как. Вот тот, кто ответит, тот получит следующий приз. 211-101 призов у нас еще много. Вполне себе все приличные названия-то вроде. Ну, как тебе сказать? Можно было и похуде говорить. Вот то, что касается новобранцев, это не очень, на самом деле, такое литературное слово в английском языке. То есть, как у нас в армейском жаргоне. Это проще перевести салабоны, да? Вот так вот. То есть, с таким... Да, да, да. С уничижительным... Это не гордое новобранец. Да, вот это когда ты попал, собственно, в армию, да? Вот как тебя там будут называть? Вот теперь ты в армии. Да. О-о-о, теперь ты в армии. Вот у нас, кстати, есть желающие ответить. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и как вы думаете? Как вас зовут, скажите, сначала? Меня зовут Михаил. Да. Хочу предположить, что это негодяи. Ну, предположение не лишено смысла. Вы опять-таки угадали. Я поздравляю вас. Да. Прокомментируете как-то, почему негодяи? А вот почему так решили, да, кстати? Ну, как-то логично. Думаете, для рок-н-ролла как-то больше подходят негодяи, да? Негодяи. Там салабоны или дворовые аппетиты. Раз ты играешь рок-н-ролл, значит, какой-то нехороший. Вы угадали, а я, конечно, схитрил. На самом деле, они признавали любой из трех переводов, так сказать. Так что любой, кто позволил бы нам, это не умаляет ваши заслуги. То есть выбирайте приз. Так, в тюз, билеты в тюз. В тюз, билеты в тюз. Здесь тихие. Да. 28 апреля спектакль этот будет. В очередной раз дан. 18 часов. Ограничение 16+. Не кладите трубку, наша помощница вам объяснит, как забрать все эти билеты на спектакль. Владимир, твои вопросы? У меня сегодня вопросы не музыкальные. Ну, отчасти, кстати, с кино будут связаны, возможно, если доберемся мы до моего второго вопроса. Я посмотрел, как обычно, кто сегодня празднует день рождения, 21 апреля. Кому сегодня исполняется 91 год, знаете? Нет, конечно. 91 год. А вот только кому-то одному сегодня 91 год исполняется? Вот из тех, кого я нашел, да, это женщина. 91 год. Я думаю, сегодня... Всемирный известный. А, вот всемирный известный, это уже ближе к делу, да. Потому что так-то, я думаю, сегодня 91-летие довольно-таки много. На Земле у нас сколько сейчас? 7 миллиардов? Да, где-то так. Да, да, то есть... Ну, как вы думаете, какой женщине сегодня? Это ты нас спрашиваешь? А если мы сейчас ответим? Нет. Ну, отвечайте. Отвечайте, правильно. Отвечайте. Давай лучше мы спрашиваем. Зовут ее Елизавета Александра Мария. Опаньки. Королева Британская, Елизавета II празднует сегодня 91-й день рождения. Вот все вопросы у меня сегодня будут с ней связаны. Ну, личность, вот знаете, такая очень знаковая. Да, очень знаковая. Во многом она прям вот рекордсмен. Она уже больше 60 лет на троне. Да. Я хочу вас спросить сегодня, уважаемые слушатели, сколько же было лет Елизавете II, когда она взошла на престол? Я дам варианты ответа. 20, 25 или 30? Ну, это можно посчитать. Знаю, сколько ей сегодня исполнилось. Я сегодня незамысловатый вопрос у меня сегодня. Сколько лет было английской Геролеве, когда она зашла на престол? Или 30. Елизавете II. Ждем ваших звонков. Просто недавно пересматривал как раз концерт, посвященный 50-летию пребывания на престоле. И там вот эти все ребята, которых я люблю, да, 60-х годов, они уже старенькие довольно-таки были все, да. А она ведь смотрит. А там традиция, там в Британии традиция, насколько я понимаю, вот ей круглая дата исполняется и что-нибудь делают. Да, и причем прямо на лужайке Букингенского дворца там все рок-н-ролл там и все, что угодно, пожалуйста, прекрасно, очень-очень хорошо. В общем, дай Бог здоровья. В общем, много людей с флагами, вот где я говорю, непафосный патриотизм, да, вот люди любят свою королеву, так круто вообще. Хотя она, ну как сказать, это символ. Символ, да, символ. Она очень такой благообразный символ. Она там сжила руку Ози Осборной, это вообще круто. Есть звонок у нас? Есть звонок. Алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Наташа. Ну, Наташа, 20, 25 или 30? Ну, я думаю, что 25. 25. Елизавета Ягодка опять. И сегодня 91 спорта. 91, да. Вы абсолютно правы, 25 лет. Представляете, 25-летняя девчонка, девушка, да? Ну, где-то 25 лет. Скажите, в чем я вам сказал? Так это молодая женщина. Причем она очень такая стильная, симпатичная. И до сих пор, кстати, ничего этого не утратила. Как неудивительно, я не знаю даже. В общем, это правильный ответ. Что вы хотите получить за этот самый ответ? Я бы хотела в театр, билеты. В театр, а у нас остался драматический театр. Запрещенный роман. Сегодня в 18.30. Или завтра в 17.00. Давайте, даже не знаю. Один и тот спектакль, да? Да, это премьера. Запрещенный роман. Запрещенный роман. 18.25. По Дюма. По мотиву Дюма. Сегодня, да? Сегодня. Хорошо. Все. Не кладите трубку, вам объяснят, как эти билеты можно получить. Запрещенный роман. 18.30. Ограничение 12+. Сегодня. А мы не спросили у позвонившей, есть ли ей 12 лет. Судя по голосу, есть. Судя по голосу, есть. Ну да. Должен, наверное, 13, да, уже есть. Ну, если что, заменим в смену, там, урфин есть. Мультик. Давайте на рекламу все-таки сходим, да? Как раз середина часа и поскоро продолжим наш розыгрыш. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Рекламно-информационная программа. За культурными новостями вместе с нами следит бильярдный клуб «Бест». Культ поход. Продолжается культ поход. Николай Голиков, Владимир Сметанин, ведущий. Наш гость Александр Сухарев, менеджер кинопроката Содружества кинотеатров «Смена дружбы». Ну, чуть раньше нам Александр рассказал, какие премьеры, в том числе, грядут в ближайшие месяцы. Но еще раз напоминаем о том, что 27 апреля будет премьерный показ «Идеаль». 25-го. Ой, 25-го, да. Да, 27-го это предпремьерный, а 27-го уже премьера сама. А, 25-го премьера, да. Ну, мы же приглашаем-то на премьеру, а на премьерный показ не всех. Нет, нет. Кто задействован-то, да, в ролях? Машков. Да. Владимир Машков, да? Владимир. Тот самый. Тот самый. Кого играет? Олигарха. Олигарха. Ну, ему подходит, да. Российского? Российского. И Биг Бедер самого. А Биг Бедер-то играет того самого скаута. Да, самого самого скаута, да. Кстати, я не помню, как Биг Бедер на экране выглядит. Как он вообще, как актер? Волосатый бородатый. Волосатый бородатый, да, как бы... Нет, актерские качества, мимика, адекватно вроде. Ну, я не знаю, мне кажется, тут как бы вот такого рода в фильмах судить там о тонкостях актерской игры как-то не приходится. А он скольких вообще девушек-то нашел? Он нашел девушек, когда в Россию приехал? Да, там суть-то в том, что... Еще он в России не нашел. Ему... Он вообще, в принципе, то есть работает в России по легенде, да, то есть он работает в России, в глубинках именно ищет вот ту самую красоту с математической точностью. Кто эту красоту играет? Известная актриса или не очень известная? Нет, нет, не очень известная. Но, наверное, красивая. Наверное, красивая, да. На вкус и цвет фломастера разные. Ну, все можете скоро увидеть. А, кстати, те самые 99 франков-то, они большим спросом пользовались. Да, там хорошо прям, да, там хорошо прям все прошло. Ну, надеемся, что Биг Бедер не проведет, не подведет, вернее, Ну, да, не забываем только, что 18+, там много... 18+, да, там много обнаженки, много всего, там ух. А расширенная версия картины есть, нет? Нет, там некуда особо расширять. Уже некуда. А продолжительность? Продолжительность, он не сильно большой, час 30, чуть побольше, час 40. Это красивая картинка, это наслаждение для глаз, это пища для ума в том числе. Что вот это? Это какая-то интеллектуальная какая-то загрутка? Это фильм-откровение о том, как вообще все устроено, устроена и семья, и мир, и там работа, карьера, профессия, все. Это вот такое откровение. Рискну предположить. И это очень красиво для глаз. Рискну предположить, что, как бы там ни оказалось, что опять деньги правят миром, как будет сделан выбор. Нет? Нет. Не деньги правят миром? Нет. Не деньги. Заинтриговал? Заинтриговал. Заинтриговал. Ну ладно, давайте теперь мы тоже поинтригуем. Давайте. Не забывайте, зачем мы сюда пришли? Мы пришли задавать вопросы и раздавать призы. Не просто посидеть. А, с меня, да? Да, следующий вопрос. Хорошо, с меня. Ну, пусть будет вопрос простой. Фильм уже у всех на устах. «Пираты Карибского моря», очередная часть. Так вот, вот всегда есть «Пираты Карибского моря», там «Проклятие черной жемчужины». Вторая часть названия, да. А вот эта часть, как она называется? То есть очередная новая часть «Пираты Карибского моря», какой имеет свое специфическое название? Ну, вы продолжайте говорить, я в Google. А, ты пишешь в Google? Ты хочешь сам выиграть этот приз? Нет, я слышу, уже звонок есть. Ага. «Пираты Карибского моря». Ты слышишь, да? Мы даже еще пока не знаем о том, что он есть. Когда премьера, еще раз напомню. 25 мая. 25 мая. А вот теперь на самом деле принимаем звонок. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей Жигалин. Да, да. А мы как раз перед вами думали, Андрей, что ж вы так долго не звоните. Ну, Андрей, ну, какое название у этого фильма? «Мертвецы не рассказывают сказки». Ну, естественно, да. Ну, что логично. «Мертвецы не рассказывают сказки». «Мертвые не потеют», еще русский вариант был так. А вот, Андрей, ну что, тогда выбирайте уже приз. А вот на «Запрещенный роман» на завтра есть, да, билеты? «Запрещенный роман» на завтра, да. Остается на 5 часов вечера. Выбирайте. Ну, вот тогда на это. Это же Александр Дюма, да? Да, это Александр Дюма, да. Следующий вопрос. Опять я, да? Да. Ну, опять немножко музыки. Сейчас, значит, еще одна композиция прозвучит. Ну, фрагмент композиции группы «Ярдбёрдс». Она такая лирическая и очень знакомая нашим слушателям, правда, в другом исполнении. Да? Вот я оригинальное исполнение попрошу поставить. Вот песенку эту очень многие ребята, да, каверили, конечно, очень-очень многие. Я за длинную историю, я насчитал 28 каверов, из них как минимум десяток. Это очень популярные команды. Вот. Называется она «Я все еще грустен», или «Я все еще печален», там, или «Мне все еще грустно», не так важно. Я предлагаю вам три варианта, и надо выбрать из этих вариантов ту команду, которая конкретно, вот, да, этот кавер сделала, и которая была очень у нас известна. Это либо «Рейнбоу» Ричи Блэкмара, либо это, извините, «Буни М», вот, либо это «Манфред Ман» и его земельная группочка, так сказать. Вот кто-то угадает, кто-то получит наш приз. А что уже позвонили? 211-101. Как у вас хорошо знают творчества группы «Ярдберс». Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Олег. Да, Олег, мы узнали вас. Мне кажется, это «Буни М». Вы совершенно правы, «Буни М». Да, на своей пластиночке «Лав ФСЛ» эту песенку закаверили. Очень так, довольно-таки весело и подвижно. А вы не можем сейчас послушать? Я, к сожалению, не подготовил. Но, опять же, открой тайну, что и «Рейнбурич», и «Блэкмара» тоже исполняли. Причем дважды. И со словами, и без. Ну, и «Манфред Ман» тоже с удовольствием ее исполнял. То есть все ответы были правильные. Но вы первые, кто назвал правильный ответ. Олег, выбор у вас довольно еще большой. Что хотите получить? Билеты в кино есть, книги есть, выставки. В кино на премьеру французского фильма. В кино на премьеру французского фильма. А почему нет? А почему нет? Да, конечно. По этому билету 27-го числа можно будет... Да, я 25-го. 25-го. Давайте я напишу там отдельно своим... По времени-то. И все. Ориентируйте человека. Ориентировочно 20-00. 20-00. 20-00. Сможете 25-го 20-00. Да-да. На превью. Хорошо. Тогда трубочку не кладите. Не кладите трубку. А, кстати, Саша, я вспомнил, там есть еще социальная составляющая есть у кинотеатров. В чем заключается? Конечно. Ну, социальная работа на самом деле очень много. То есть мы работаем и с различными категориями граждан, которые там сами не могут, социально незащищенные так называемые, да. То есть у нас периодически проходят показы. То есть они безвозмездно, да? Естественно, безвозмездно. На безвозмездной основе. Как раз, если я не ошибаюсь, сегодня у нас ленинские инвалиды смотрят фильм «Время первых в дружбе». Мы плотно сотрудничаем с различными фондами и так далее, которые к нам тоже вводят людей, проводят определенные показы. У нас есть специальные там цены для льготной, естественно. Ну, то есть достаточно широкий фронт, очень социальные работы. Ну, этим как бы гордиться как бы не стоит. Ну, мы просто это делаем. Это очень классно. Вкусняшки-то по-прежнему готовятся в смене? Естественно, естественно. Еще у нас как раз к пиратам, ну, не совсем к пиратам, мы заранее сделали пиццу «Черная жемчужина». «Черная жемчужина»? На «Черном тесте». Просто покрасили тесто. Ну, типа того, да. Вылили на него чернила. Такая пиратская пицца. Пиратская пицца, да. Классно вообще. А, прошу прощения, ром? Ром. Только 18+. Мы рядом с музыкальной школой. Ром и музыкальная школа несовместимы. Да-да-да. Володимир, не улыбнивших обязанностей. Вопрос, вопрос, да. Давай, вопрос. Хорошо, еще раз напомню, что сегодня 91-летие Елизаветы II. Вот она бы, наверное, могла в смену попасть, если бы она была простой кировской пенсионеркой. Полегко. По линии соцзащиты. А я думаю, что она даже если не простая, она прилетит легко. Пожалуйста, welcome. Ладно, вот сейчас вопрос связанный с кино и с Елизаветой, собственно, второй. В 2006 году, то есть, получается, когда 80-летие, да, праздновала Елизавета II, вышел биографический фильм под названием «Королева». Так вот, кто же сыграл в нем главную роль? Ты будешь давать варианты, люди, думаешь, сами вспомнят. Я уже вспомнил. Ну, актриса-то просто потрясающая. Потрясающая. Она играла, тут нельзя играть другую. Да. Вот кто сыграл, собственно, королеву в этом фильме 2006 года? Очень известная британская. 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 Британская тоже актриса. Представь, если бы там американка играла. Британская актриса. Клим провалился бы в американской актрисе. Ой, мне, кстати, эта актриса очень понравилась в таком, не совсем, наверное, привычном для себя амплуа, в этом, в Рэде. А, в Рэде? Рэд, да, когда она сыграла... Рэд, да. Рэд. 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 Да, да, да. Первый и второй, когда она сыграла наемную убийцу. Ага. Очень... Ну, она очень, правда. Очень тетя-то. Разносторонняя. Тетя такая симпатичная. Но она специфическая британская такая. Форсажа сейчас. Есть звонок, да? Да, уже есть, конечно. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена. Вы практически тезка этой актрисы получилась. Да. В общем-то, да. Да. Ну, как зовут актриса-то? Дайте варианты. Варианты. Ну, вот смотрите, вас зовут Елена, а ее зовут Хелен. Хелен. Осталась фамилия. Да. Хелен. Хелен. Мир. Хелен Мир. С зеркалом связано, например, можно там ассоциировать на английском. Мирен. Мирен, конечно. Наверное, Хелен Мирен. Она, кстати, блондинка тоже. Да. И королева-то тоже у нас. Да, да. А сейчас она, кстати, в Форсаж выходит, она там играет. Да, Хелен? Да. Есть. Ну, ясно, что не королева там играет. Ну, она не королева, да. Ну, близко, кстати. Нет, я имею в виду, что не королева в этом фильме сняла. Пока, по-моему, еще у нее нет финансовых проблем, думаю. Елена. Сниматься в фильмах. Хелен, мы вас поздравляем. Что вы хотите получить в качестве приз? Киномакс. Киномакс. Отлично. Отлично. Не кладите трубку, вам объяснят, как билет можно получить. Да? Придумаешь еще вопрос? Еще вопрос придумать. Еще один вопрос. Пусть он придумает, я пока задам тогда. У меня придуманный. А, ну, хорошо. У меня придуманный фрагмент музыкальный. А как прямо чувствовалось записано? Ага. Денис, пожалуйста, включи. Денис, это на звукорежиссер. Вот. Это, опять же, звучит группа Yardbirds. И, собственно, для чего они собирались? Они собирались для того, чтобы играть блюз. Ярик Клэптон, прощелкнем для того, чтобы играть блюз. Потом хлопнул дверью, когда его заставили играть по псу. Которую мы слышали, да, под номером один. Вот. А это блюз, стандартный такой блюз, очень известного автора Бо Дидли, который, так сказать, не только занимался блюзами, а считается одним из отцов, собственно, и рок-н-ролла. Вот. Причем очень такой интенсивный такой исполнитель. Есть такая фраза, что если на его гитаре после концерта оставалось две струны, то, значит, он еще вот так это не в полную силу отработал свое выступление. Другой вопрос, что можно сыграть с такого, чтобы больно было. На двух струнах можно сыграть. На балаке три всего и две игры. Ты знаешь, некоторые, даже одно из них пользуются и вполне нормально. Сделайте это погромче. Помните, начинается с того, что Джек Уайт прибывает просто провод, да, провод прибывает к доске, подрубает, значит, электричество и начинает на этом проводе, собственно, играть. Все нормально. Дело в том, что вопрос будет такой. Песенку я написал Бо Дидли, а Бо Дидли был сам гитарист и играл на очень специфической такой гитаре. Она у него не простая была, а самодельная. Сам делал. И сама гитара, да, была... Или ему сделали. В какой форме, вам сейчас надо угадать, она была в форме прямоугольника, она была в форме глобуса и она была в форме молочной цистерны. Вот тот, кто угадает, какой форма была гитара у Бо Дидли, тот, собственно говоря, и получит на следующий приз. Что уже есть звонок. Если вот в том же самом поисковике забить вот эти все слова Бо Дидли, гитара, то сразу первая картинка выскакивает. Он на фотографии обычно с этой гитарой. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Савелий меня зовут. Савелий. Какой формы была гитара у Бо Дидли? Я думаю, что первый вариант. Прямоугольная? Прямоугольная был первый вариант. Или в форме глобуса? Или в форме цистерны? Да, первое слово дороже второго. Прямоугольная. Прямоугольная, совершенно верно. Нет, ну человек позвонил, сделал первый вариант. Первый вариант. Все, давайте. А потом я его стал уже сбивать. Остановимся на первом варианте. Конечно, у него была форма прямоугольная, такая дощатая, очень смешная гитара. Да, Бо Дидли прожил, кстати, довольно долгую жизнь, 80 лет, и ушел от нас в 2008 году. Я думаю, очень немало авторских заработал за свою жизнь. Что бы вы хотели получить за свой правильный ответ? В кино еще есть? В кино? Есть. В смену, конечно. В смену, без проблем. В смену. В смену тогда, пожалуйста. Да, выбирайте. Хорошо, все, все. Все, все, билеты ваши. Да, не кладите, пожалуйста, трубку, еще пообщайтесь с нашим помощником, и объясните, куда прийти за этими билетами. Звукорежиссер Денис, что ты скажешь? Мы еще успеем задать вопрос. Да, говорит Денис. Саш, ты придумал вопрос? Ну, давай, давай, давай. Хорошо, вот есть технический будет вопрос, его на самом деле сложно нагуглить, но можно. Вот мы сейчас будем менять 3D-системы. Есть несколько типов 3D-системы, там, активные, пассивные, не будем там сильно вдаваться. Так вот, какого типа 3D-системы сейчас будет стоять в кинотеатре? То есть нужно выбрать из двух вариантов? Давайте два отдадим, да. Круговой поляризации или линейной поляризации? Круговой поляризации, круговая, ну, в принципе, одно из двух угадать не так уж. Круговая или линейная? Как минимум, второй позвонивший даст нам правильный. Активная, пассивная как-то для меня проще для понимания. Поляризация это вообще такое тонкое, наверное, вещь, нам с тобой не понять. Ну, все это для того, чтобы восприятие было лучше, чтобы яркость была качественная. Линейная или... Надо повторять. Линейная поляризация или круговая поляризация? Линейная или круговая. 211-101, несколько буквально секунд остается, а призов у нас еще много, и такое желание большое вам что-нибудь вручить. А вот кто-то позвонил и хочет погадать? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Михаил. Ну, вот два слова вам нужно выбрать, одно из них. Ну, я думаю, круговой поляризации. Все правильно, линейная поляризация стоит сейчас, круговая будет. Звук вокруг такой, да? Нет, это не звук, это 3D-система. Изображение вокруг, да. Что хотите получить, говорите? В театр есть? В театр? В театр мы уже разыгрались. Есть в кинотеатр? Есть в кинотеатр. Ну, тогда в кино. В кино, хорошо, все, вы пойдете в кино. Завершаем на эту... Не кладите трубочку, вам объяснят, как получить билеты, куда и когда. Завершаем на эту программу Культ Поход. Спасибо большое нашему гостю, Александр Сухарев, менеджер кинопроката Сотружества кинотеатров «Смена и дружба», Николай Голиков, Владимир Сметанин. До понедельника. До понедельника. Спасибо. Всем пока. Культ Поход.